Ну что, пора потренировать мозг и освежить голову. А как сделать это лучше всего? Правильно, порешать веселые, но непростые загадки. Не забудьте проверить свои результаты. Происшествие с автомобилем Январь в городе выдался очень холодным. Температура падала намного ниже нуля. Дороги были покрыты снегом и льдом. Однажды мужчина позвонил в полицию и сообщил о происшествии. Полицейский прибыл на место и хотел уже начать допрос, но его настиг приступ к кашля. Водитель открыл машину и протянул ему бутылку воды. Отдышавшись, полицейский стал задавать вопросы. Вчера вечером я припарковал машину у дома. Сегодня, когда я вернулся, капот был сильно поврежден, объяснил мужчина. Я знаю, что сосед чистил крышу. Уверен, что он уронил на мою машину лёд и повредил её. Хочу подать жалобу. Сосед, слышавший разговор, сказал. Я чистил крышу утром, и в это время твоей машины там не было. Полицейский сразу понял, кто лжёт. А вы поймёте? Владелец машины клевещет на соседа. Если бы машина всю ночь была на улице, вода в бутылке превратилась бы в лёд. Заботливый друг Лёня позвонил в полицию, потому что беспокоился о своём друге Бори. Он сказал, что Боря недавно вернулся из Чили и с тех пор ведёт себя странно. Только что я получил от него странный звонок. Думаю, нам лучше поехать вместе. Когда полицейские за ним заехали, Лёня назвал им адрес. Он объяснил, что ещё не был в этой квартире. Боря снял её вскоре после того, как вернулся из поездки. Когда они прибыли, в доме царил настоящий хаос. На полу была разлита краска, и полицейский нечаянно в неё наступил. Лёня это заметил. Вот неудача. Давайте я покажу вам ванную. После чего его тут же арестовали. Почему? Лёня сказал, что никогда не был в квартире Бори. Тогда как он узнал, где находится ванная? Потерявшаяся в джунглях Саша заблудилась в джунглях. Отсюда и название этой истории. Проблуждав несколько часов, она наконец-то вышла на поляну с тремя узкими тропинками. Их всегда три. К сожалению, одну из них перекрыли огромные кусты с острыми шипами. На второй было полно мусора и битого стекла. А третью охраняли огромные пугающие богомолы. По какой тропинке Саше лучше пойти? Ей лучше выбрать третью тропинку. Пусть богомолы и выглядят пугающе, но они совершенно безвредны. Загадочное число Это пятизначное целое число. Оно одинаково читается слева направо, справа налево и вверх ногами. Вторая цифра – половина третьей. Пятое – произведение первой и последней. А сумма всех цифр равна десяти. Что это за число? Детектив Аркадий шел по торговому центру, когда услышал чей-то крик. Побежав на него, он увидел измученного продавца и несколько человек вокруг него. Оказалось, что продавец нашел чей-то телефон и сделал объявление. Теперь несколько человек утверждали, что это их гаджет. Мужчина уверял, что телефон принадлежит ему. Женщина настаивала, что ее мужу, а девочка говорила, что это ее смартфон. Внезапно телефон зазвонил, и продавец передал его детективу. Взглянув на экран, тот тут же протянул телефон мужчине. Как детектив понял, чей это гаджет? На экране телефона было написано «Жена». Три лестницы Рома заблудился в музее. Пока он искал выход, наступил поздний час. Все двери оказались закрыты. Наконец он увидел три лестницы. Да, снова три. Первая была покрыта странной крапивой с острыми, как лезвие, листьями и длинными шипами. На второй росли огромные цветы, источавшие почти невыносимую вонь. На третьей лестнице оказались непроходимые заросли кактусов. По какой лестнице Роме лучше пойти? Ему лучше выбрать вторую лестницу. Несмотря на ужасную вонь, цветы практически безвредны. Побег из тюрьмы Женя год просидел в тюрьме. Все это время он ждал возможности сбежать. Одним летним утром ему наконец-то удалось совершить побег. Но тот не прошел незамеченным. Несколько охранников побежали за ним, и Жене пришлось прятаться в женском туалете. Посмотрите на картинку и попробуйте узнать, где спрятался Женя. Он прячется в третьей кабинке. У него не было времени раздобыть пару женских туфель. Поездка на рыбалку Даня безумно любил ходить в горы. Это занятие было его страстью. Но Карина, его жена, ненавидела это увлечение, считая его слишком опасным. Однажды друг Дани, Олег, пригласил его в захватывающий поход в горы. Даня знал, что жена будет против, поэтому сказал, что на пару дней отправится на рыбалку, на ближайшее озеро. Карина согласилась, но попросила мужа прислать фото с рыбалки. Прибыв к подножию горы, Даня создал в фотошопе снимок, будто он на рыбалке, и отправил жене. Увидев его, она тут же поняла, что это подделка. Как же так? Карина знала, что за окном идет снег, а значит, так же снежно должно быть и у ближайшего озера. Эпичный ливень Кто-то забрался в Митин дом во время сильного ливня и вынес много дорогих вещей. Митя позвонил в полицию. Приехав, полицейские начали допрашивать соседей. Нина сказала, что живет одна и работает из дома. И она была дома целый день. Жора сказал, что работает шеф-поваром в итальянском ресторане. Он только полчаса назад вернулся с работы. Соня сказала полиции, что не выходила из дома из-за простуды. Кто же из них взломщик? Это была Нина. Она сказала, что весь день была дома, но в углу стоял мокрый зон. Путешественник Николай – водитель фуры. Однажды вечером он выехал из Фандбурга. Проезжая по шоссе, он увидел мужчину, лежавшего на обочине. Николай остановился и подбежал к нему. Через какое-то время ему удалось привести мужчину в чувство. Его история оказалась драматичной. Он пытался добраться до Фандбурга автостопом. Но на полпути повздорил с подобравшим его водителем. И тот вытолкнул его из машины. Мужчина ударился головой и потерял сознание. Теперь он умолял Николая подвезти его до города. Николай не поверил в его историю и отказался помочь. Почему? Автостопщик лежал по правую сторону дороги. Если бы он ехал в Фандбург, он бы лежал по левую сторону. Паша согласился присмотреть за собакой друга, пока тот в отъезде. Он просто влюбился в очаровательного шпица. А вот его жене и детям пёс не понравился. Однажды вечером мужчина вернулся с работы и обнаружил, что пёс пропал. Паша позвонил в полицию. Приехав, полицейские стали допрашивать Ксюшу, жену Паши. Женщина сказала, что спала весь день. Тогда полицейский спросил, чем занимались дети. Они играли во дворе. Позже я позвала их в дом делать домашнюю работу. Хорошо, хорошо. А теперь скажите, пожалуйста, зачем вы выгнали собаку? Как полицейский узнал, что это сделала Ксюша? Женщина сказала, что спала весь день. Тогда как она могла позвать детей в дом? Происшествие в лесу Сергей позвонил в полицию, чтобы сообщить о пропаже ценных вещей. Когда полицейские прибыли, он рассказал им историю. Я в одиночку отправился в поход. Только я добрался и установил палатку, как начался сильный ливень. Я побежал искать дрова, оставив сумку с кошельком и документами в палатке. Когда я вернулся, их уже не было. Полицейские не поверили Сереже и оштрафовали его за ложный вызов. Как они поняли, что парень солгал? Он сказал, что установил палатку еще до начала ливня. Но тогда почему внутри было мокро? Спорю, вы этого ждали. Если вы набрали от нуля до четырех баллов, ваши навыки требуют шлифовки. Попробуйте дольше размышлять над ответом. Смотрите больше видео с загадками. Так вы точно повысите свой уровень. Если ваш результат от пяти до восьми загадок, вы явно практиковались. Прекрасно, но можно и лучше. Не спешите сверяться с ответом и останавливайте видео, если вам нужно больше времени. Это улучшит результаты. Если вы набрали от девяти до двенадцати баллов, это не значит, что развиваться некуда. Продолжайте решать сложные загадки, чтобы тренировать мозг и дальше. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа. И присоединяйтесь к AdMe.